Всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. И в этом видео мы поговорим о теме интимной жизни, секса именно для женщины. Нужен он или нет? Для чего он нужен? Или же он вообще не нужен? Давайте разберемся. Готовясь к этому видео, я, конечно, прочитала достаточно много литературы, пообщалась с разными сексологами. И вкратце хочу все-таки вот все подытожить, все наработки, которые есть, и все-таки доказать, что действительно каждой женщине секс нужен. Почему? Ну, во-первых, это продолжение рода. И в каждом из нас это заложено. И в мужчинах, и в женщинах. Это действительно очень интересно, этот факт. И, конечно, в норме, да, то есть уже генетически, то есть эти инстинкты, эти рефлексы в нас заложены. Следующий момент, конечно, многие из вас со мной согласятся, что у женщины, у которой есть интимная жизнь, интимная жизнь регулярная, она себя по-другому ведет, она по-другому выглядит, она по-другому себя чувствует. То есть, в принципе, это такой определенный, как говорят сексологи, признак благополучия или маркер благополучия, что это совсем другая женщина, безусловно, и мужчина. Мы просто в этом видео говорим с вами про женщин, поэтому здесь я как раз делаю акцент на женщине. То есть, прекрасно выглядит, прекрасно себя чувствует, у нее намного лучше настроение, и весь ее, все ее состояние. Это действительно очень важно. Почему? Потому что во время секса вырабатывается очень большое количество гормонов. Гормонов, в том числе удовольствия. То есть, это дофамин, серотонин, окситоцин. Это те гормоны, которые нужны женщине, в которых она получает удовольствие. И многие говорят про то, что если женщина, организм не получает гормонов, вот этих вот удовольствия от, допустим, секса, то он ищет из других источников. То есть, это может быть еда, то есть, сладкое, алкоголь, вредные привычки, курение. То есть, организм ищет недостаток этого в чем-то в другом. И, соответственно, потом мы получаем эти вредные привычки, какие-то соматические заболевания, и процессы, связанные с ожирением. То есть, да, метаболические различные процессы. Это действительно очень важный факт. И, конечно, когда мы говорим про женщин, то если интимная половая жизнь регулярная, то, безусловно, улучшается иммунитет. То есть, такие женщины меньше болеют, меньше страдают какими-то хроническими заболеваниями, заболеваниями, соматическими сопутствующими заболеваниями. И, конечно, прекрасно себя чувствуют. Также всегда стоит помнить про застойные явления в органах малого таза. То есть, должны, безусловно, к органам приходить необходимые приливы крови, да, и, соответственно, гормоны. То есть, во время секса это и прилив крови к наружным половым гормонам, прошу прощения, к наружным половым органам, и к внутренним половым органам. И гормональный всплеск, который необходим. То есть, необходим, безусловно. И здесь мы всегда говорим, что да, действительно, это нужно. То есть, те гормональные изменения, которые происходят, улучшают настроение, улучшают состояние и кожи, и, соответственно, процессов метаболизма, и процессов, связанных вследствие с лишним весом. То есть, этого всего не будет. Мы этого всего избегаем. Как говорят, что даже при поцелуе сжигается определенное количество калорий, то при половом акте сжигается огромное количество калорий. И, соответственно, у женщин меньше проблем с лишним весом. Еще интересный факт, который я заметила, что действительно с 19 века шли разговоры о том, что вот у монахин в 19 веке, когда не было никакой половой жизни, возникали различные проблемы в органах малого таза, в том числе миомы и различные доброкачественные опухоли. То есть, этот факт есть, он такой на грани пока не совсем изученности, но действительно этого может быть. И у женщин, у которой долгое время нет половой жизни, конечно, меняется и иммунный статус, и гормональный статус, и метаболизм. И, конечно же, это наносит ей определенные неудобства. Конечно, если там, нет, две недели, месяц, это одно дело. А когда в течение достаточно длительного времени нет секса, это совсем другое дело. Безусловно, если вы меня спросите, может ли женщина с этим жить? Конечно, может, но качество жизни будет совершенно другое. То есть, она не получает удовольствие от того, что от секса. Соответственно, она будет получать удовольствие от сигарет, от алкоголя, от сладкого и так далее. То есть, это несколько примеров, которые я привожу. Также, соответственно, психологическая разрядка. То есть, секс нам нужен для удовольствия, для здоровья, для психологической разрядки. Конечно же, это определенный выброс гормонов. Женщина больше, более жизнерадостная. Более появляется смех, положительные эмоции. Это тоже благоприятно. Это действительно очень благоприятно. Так как сексологи описывают секс не только сам процесс секса. Но это и ухаживание, и свидание, и подготовка к ним. И ко всему этому времени уже вырабатываются гормоны. Вспомните то чувство, когда вы собирались на свидание. Те самые бабочки в животе, в голове. Что вы вся окрыленная, бежите на свидание, в кафе, в ресторан или куда-то. Действительно, это прекрасное чувство. И вот уже на этом этапе начинают вырабатываться те гормоны, которые нужны. То есть, само это чувство, чувство свиданий, чувство любви, вот этого нового. Это действительно для организма уже определенный всплеск. И уже становится более хорошее настроение. Более позитивно. То есть, женщина становится более позитивной. И, безусловно, вы видите, по каждой женщине можно сказать, насколько у нее хорошее настроение. Есть ли у нее интимная жизнь или нет. Это действительно так. Это есть. Конечно, есть женщины, которые это скрывают. Но, в принципе, если пообщаться, то вы можете об этом узнать. Поэтому, конечно же, половая жизнь для женщины нужна. И регулярно, и секс также ей нужен. Особенно с постоянным половым партнером. То есть, это и удовольствие, и здоровье. И, конечно же, психологическая разрядка. И еще такой момент, который меня очень заинтересовал, это творчество. Вот творчество относит именно к сексу. Что если вы с любимым человеком настолько любите друг друга, что у вас открывается что-то новое, вы все время что-то придумываете, что-то стараетесь друг для друга сделать. И это один из аспектов творчества, который тоже очень-очень важен. Поэтому, безусловно, какое-то время женщина может прожить без половых контактов. Но меняется и иммунитет, и гормональный статус. И, соответственно, появляются проблемы метаболического характера. Это если долгое время. Если не долгое время, то все это, в принципе, быстро восстанавливается. И действительно, если женщина долго не занимается сексом, то когда повстречает какого-то нового полового партнера, то у нее возникает такое чувство, что «А я как будто у меня никогда этого и не было. Я как будто девственница». Или после родов. И приходят женщины, у которых было двое или трое родов, и говорят «Я в сексе абсолютно как будто первый раз родилась». То есть это те процессы, которые должны быть постоянно. Мы не говорим там после родов, допустим. Это я как пример описываю, что вроде бы у меня двое детей, но я как будто вообще девственница и первый раз родилась. Вот так вот описывают это женщины. Поэтому все равно для женщины очень важна регулярная половая жизнь, особенно с человеком, с которым вы живете, которого вы знаете. Это действительно очень важно, и это очень сказывается на женском здоровье, на самочувствии, на настроении, даже на коже. То есть женщина более молодая, более привлекательная, более симпатичная. Об этом все говорят и замечают даже окружающие. Поэтому я вам желаю огромной любви, любви, хорошего секса и всего самого наилучшего. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, буду рада на них ответить. Всем пока!